САМАРСКАЯ СРЕДА Здравствуйте! Как организовать охрану труда в товариществе собственников жилья? Какую ответственность несут руководители ТСЖ за непроведение мероприятий по охране труда сотрудников? В чем особенности организации охраны труда в системе ЖКХ? В нашей студии Дмитрий Васюхин, заместитель начальника отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа. Дмитрий Владимирович, здравствуйте! Спасибо, что наше время пришли в нашу студию. Добрый вечер! Ну и я предлагаю начать сразу вот с определения, вот с основ. Товарищество собственников жилья, отдельная специфическая организация, организации точнее говоря. Вот как организовать правильно охрану труда в ТСЖ? Ну, основной проблемой в ТСЖ с организацией вопросов охраны труда является то, что очень мало председателей и сами собственники жилья знают о том, что такое охрана труда и о требованиях, которые подъявляются требованиями законодательства. Спецификой, опять-таки, этих организаций является то, что у них малая штатная численность. В результате чего обычно специалисты по охране труда очень редко встречаются. То есть профессиональных людей в штате, которые будут заниматься как раз по этому направлению, к сожалению, встретиться в таких организациях можно нечасто. Исходя из этого и возникают эти самые ошибки. Мы проводим довольно большое количество различных мероприятий, в том числе специально адаптированных для товарищей собственников жилья, учитывая их специфику. То есть надо сказать, что по сравнению с большими, крупными предприятиями, там тех мероприятий, которые требуются именно им, ну, на самом деле, не так уж много. Главное, чтобы было желание и главное, чтобы было понимание, что же делать необходимые. Здесь накладывает свою роль то, что это, опять-таки, организации, которые чаще всего относятся к микропредприятиям, то есть штатная численность до 15 человек. Тут есть особенности и организации обучения по охране труда, и к организации локальных документов по охране труда, в частности, такого основополагающего документа, как положение о системе управления охраной труда, которое может составляться в значительно упрощенной форме. То есть особенности, на самом деле, действительно есть. А вот здесь важный ведь и интересный момент какой? Во-первых, вот руководители этих предприятий ТСЖ, они сами вообще понимают, что охрана труда им необходима, потому что там люди, я насколько знаю, меняются достаточно регулярно. Председатель ТСЖ – это выборная должность. Вот он сегодня председатель, завтра он не председатель. И пришел другой человек. И вот первый вопрос. А они вообще понимают, что есть такая вот деятельность охраны труда, и что необходимо уделять ей внимание? Мы активно посвящаем их в этом направлении, потому что нужно понимать, что руководитель ТСЖ, ТСЖ – это, по сути, та же самая организация, где работники должны быть защищены. Их права защищены, проводится работодателями серия мероприятий, в том числе по охране труда. Поэтому мы всячески проводим эту работу. К сожалению, ну вот, как показывает наш опыт, очень слабо сами люди заинтересованы в том, чтобы иметь должностные лица ТСЖ заинтересованы в реализации этих мероприятий. Может быть, вы действительно правы в той части, что довольно часто меняются они. Но при этом сами члены товарища собственного жилья должны понимать, что в бюджет надо закладывать члены мероприятия по охране труда. В частности, это обучение работников ТСЖ. Председатель у вас может меняться, но опять-таки дворники, электрики, сантехники, они все равно с вами остаются. Поэтому обучать их надо, проводить их медицинский осмотр в обязательном порядке, обеспечивать средства им дали защиты, то есть с спецодеждой. От несчастного случая, опять-таки, никто, ни в коем случае не застрахован. И у нас случаи травм на рабочем месте в ТСЖ тоже мы регистрируем. В том числе в настоящий момент у нас сейчас наступает зимний период, то есть опасностей дополнительное количество становится. Это и гололед, это и работы по очистке кровель от снега и наледи, которые тоже довольно травматичны и относятся к работам с повышенной опасностью. Это тоже необходимо в обязательном порядке учитывать. Ну вот, смотрите, в практической плоскости я вот сейчас задумался. Вот я сам, вот сидящий здесь человек, член ТСЖ. То есть мое жилье, как бы, то есть квартира, где я, так сказать, проживаю, она в нашем доме товарищества собственников жилья. Мне, кстати, нравится эта форма, на самом деле, весьма удобно. На мой взгляд, мое личное оценочное суждение, это, ну, поэффективнее, чем управляющая компания. Во всяком случае, до председателя я могу достучаться намного-намного быстрее, чем вот в доме, где, допустим, управляющая компания. Прямо намного быстрее. Но, тем не менее, вот я, например, даже не припоминаю вопрос, чтобы мы обсуждали там вопросы, связанные с финансированием вопросов охраны труда. Здесь вот первое, это же, я правильно понимаю, что это нужно доносить до членов ТСЖ, что уважаемые жильцы, вот уважаемые собственники квартиры, если называть вещи там своими именами, вот вам нужно из своей платы выделить еще небольшую сумму на то, чтобы обучить, вот как вы говорите, электриков, оснастить. То есть, а здесь ведь вопрос в чем? Что люди разные, допустим, я пойму, а кто-то, ну, пожадничает, например, и скажет, я не хочу платить. Ну, жадничать, конечно, можно, только, опять-таки, если учитывать штрафные санкции, которые у нас накладываются на работодателей, но в данном случае все финансовые затраты лягут на кого? На членов товарища собственных жилья, потому что штраф будет заниматься с этой самой организацией. Поэтому, мне кажется, все значительно проще и дешевле будет потратить незначительные средства, потому что, ну, если, опять-таки, раскидать эти расходы на всех... Они небольшие? Ну, конечно, небольшие. Они небольшие, согласен. Поэтому это будет значительнее и безопаснее, и значительно дешевле. Ну, и с моральной точки зрения, я, например, я тоже не хочу, чтобы электрик, который работал у меня, был, ну, я не знаю, без необходимого оборудования, не дай бог, чтобы там что-то с ним произошло. Конечно, пусть все у него будет хорошо. С моральной точки зрения, но и с практической точки зрения, опять-таки, если инспектор пришел и увидит, что подготовка работника недостаточная, то есть он не обучен, он не имеет медицинского осмотра, не имеет спецодежды, он, соответственно, может отстранить работника от выполнения работы. Ну, и, соответственно, ваше ТСЖ останется без электрика, без сантехника или еще, соответственно, без кого-то. А может и председатель ТСЖ в том числе в путь до отстранения... И придется срочно нового искать. Совершенно верно. Поэтому стоят ли вот эти вот риски вот этой небольшой, незначительной экономии. А, кстати, вот юридически, вот если, допустим, не дай бог, вот происходит, ну, штраф, я правильно понимаю, то есть он на самом деле потом просто будет разбросан на всех участников ТСЖ, то есть это из их денег придется его выплачивать. Ну, из бюджета организации. Из бюджета организации она формируется. А уж как они будут, соответственно, откуда они будут брать денежные средства? Больше неоткуда, только из карманов членов ТСЖ. Кстати, тогда еще один вопрос. Вот председатель ТСЖ, вот они, я уже говорил, что они, ну, бывают такие истории, они меняются там по разным самым причинам. ТСЖ иногда сотрясают, кстати, и скандалы, всякое там бывает, потому что это... Люди. Это люди, да, это обычная такая история. Вот сами председатели ТСЖ, насколько они обучены, насколько они грамотны в этих вопросах? Они в обязательном порядке должны быть обучены, но в контексте обучения у нас законодатель предусмотрел, что это малые организации, у них нет большого количества денежных средств, которые они могут потратить на мероприятия по охране труда. Поэтому, и с точки зрения обучения, если штатная численность этой организации 15 человек и меньше, они относятся к микропредприятиям, и в действующем порядке обучения по охране труда предусмотрено, что они могут самостоятельно проводить обучение, то есть обучив одного работника, то есть председатель сам обучился, и проводя инструктажи по охране труда, он таким образом проводит обучение всех остальных работников. То есть это не требует появления какой-то комиссии более трех человек, денежные средства, тратить на них необходимости нет. Поэтому, в принципе, достаточно обучить только одного человека. То есть затраты здесь уменьшаются значительно. И сама форма обучения в виде инструктажа значительно еще экономит и время, то, которое тратится на подготовку этих самых работников. Но при всем при этом нужно понимать, что ни в коей мере эта процедура не должна проводиться исключительно формально. То есть это не просто, как у нас периодически бывает, когда приходит председатель ТСЖ или ответственный по охране труда в организации, подсовывает журнал работникам и говорит, распишись. Обычные такие достаточно. А за что? Ну, там, за охрану труда. При этом не вдаваясь ни в какие подробности. Мы должны с вами понимать, что если ваш работник не понимает, не знает, как ему правильно и безопасно выполнять работу, то шансы на то, что с ним произойдет несчастный случай, который повлечет за собой очень негативные последствия для самого ТСЖ. Ну, помимо того, что штрафные санкции стороны контрольных органов, так там еще и взносы, социальный фонд тоже у нас кратно увеличится. Поэтому это опять дополнительная финансовая нагрузка. И опять-таки уберечься от того, что денежные средства вам придется потратить на мероприятия, на которых вы хотели сэкономить, вам все равно придется. Только проводить их придется в очень короткие сроки. Ну и, соответственно, под надзором спектра. Ну да, достаточно печальная перспектива. А вот какие, ну скажем так, особенности охраны труда в ТСЖ, и они, наверное, ведь где-то перекликаются в целом с особенностями охраны труда в системе ЖКХ, жилищно-коммунального хозяйства? Совершенно верно. Хоть мы к ТСЖ, к тем людям, которые нас окружают, работникам ТСЖ, дворникам, электрикам, но мы их постоянно наблюдаем, и поэтому большого, так скажем, визуального внимания не уделяем их работе. При этом их работа зачастую связана с работой с повышенной опасностью. Ну, в частности, тот же самый гололед. Люди, соответственно, мы-то с вами с утра идем по очищенным дорожкам или посыпанным какими-то реагентами, песком, но, опять-таки, кто это делает? Это делает дворник, который утром встал, и он-то идет у нас по дорожкам необработанным, неочищенным. Соответственно, тут нужно предусмотреть специальную одежду, которая оберегает нашего работника от скольжения, от падения в том числе. Аналогичная ситуация у нас касается работ, связанных на высоте. Те же самые электрики, которые меняют у вас в организации лампочки, соответственно, они должны быть обеспечены диэлектрическими, спецодеждой с диэлектрическими свойствами, защитой от электрической дуги, которая у нас очень крайне опасна и приводит к очень тяжелым последствиям, если, соответственно, использовать ненадлежащее средство защиты. Сходная ситуация у нас с теми же сантехниками, которые, если на балансе ТСЖ находятся какие-то колодцы, они же должны в них периодически спускаться. Ну да. А тут у нас с вами, соответственно, это работа на высоте. То есть надо предусмотреть, чтобы эти работы проводились как минимум не одним человеком, потому что человек один... Несмотря на то, что колодец, это работа на высоте, потому что можно упасть. Да, совершенно верно. Если он находится рядом с большим перепадом высот, ну а колодец у нас значительный, перепад высок, больше полутора метров, он на самом глубине, это я имею в виду однозначно. Вот поэтому работы должны проводиться в составе нескольких человек, кто, соответственно, будет контролировать эти работы и в случае чего окажет помощь тому работнику, если с ним что-то произойдет. Помимо всего прочего, должны быть предусмотрены специальные средства региональной защиты, в том числе, если речь идет о нас о колодцах, допустим, или других инженерных коммуникаций, где возможно выделение каких-то опасных газов. Ну газоснабжение, например, в доме есть же. Да, газоснабжение, помимо всего прочего, канализация к ним будет относиться. Да, кстати, да. Потому что, опять-таки, можно задохнуться и этими тоже парами. Поэтому надо предусмотреть еще и средства региональной защиты для защиты органов дыхания. Кроме того, у нас наступает, приближается период снегопадов, вот теперь заморозки, будут образовываться сосульки, наледь на крышах, на коньках. При этом даже у нас организациям, у кого нет скатных кровель, нужно задуматься о том, что сосульки могут образовываться и на козырьках балконов, и на блоках кондиционеров, и на других каких-то инженерных системах, допустим, в водостоках, водоводов, да даже на телевизионных антеннах, которые собственники жилья размещают на стенах домов. На всем на этом могут образовываться сосульки. И поэтому нужно в обязательном порядке собственников этих объектов доводить необходимость очищать их от сосульок. Потому что, опять, если, не дай бог, произойдет несчастный случай, эта сосулька свалится на кого-то из проходящих граждан, ну, соответственно, здесь будет предусмотрено вплоть до уголовной ответственности. За этими всеми вещами нужно обязательно в порядке следить. Кстати, если происходит, вот не дай бог, такая ситуация, а виноват уже будет собственник квартиры? Чаще всего, да. Это не ТСЖ, это уже вопрос... Тот, кто установил, соответственно, это коммуникация. И кто владеет? И кто владеет, совершенно верно, да. То есть это его личная ответственность, это его личные проблемы? Совершенно верно. Здесь еще один интересный вопрос есть. Дело в том, что ТСЖ, это, кстати, нормально, абсолютно, любит брать людей на работу по договору. Ну, и понять можно, допустим, далеко не всем в штате нужен, ну, например, там, пять дней в неделю по восемь часов, не знаю, там, электрик, например. Да, если это разовая работа, вполне себе. Да, то есть это, вот. Соответственно, когда люди работают по договору, то есть электрик, сантехник и так далее, там, вот как здесь, в этой ситуации, выстраивать вот эту работу с безопасностью труда, потому что она, как бы, получается, размывается, то есть вот ответственность-то чья? То есть человек по договору выполняет работу. В договоре можно там предусмотреть какие-то пункты, и если с ними, дай бог, что-то произошло, получается, это, как бы, его проблема или не совсем его? Нужно внимательно смотреть, что это за договорчик. Потому что у нас различают с вами трудовые отношения, гражданско-правовые отношения. Если вы нанимаете к себе на работу человека, то, соответственно, работодатель несет за него всю полноту ответственности, в том числе по организации мероприятий по охране труда. Если это не ваш работник, то нужно внимательно прочитать статью Трудового кодекса, которая прописана в содержании трудового договорчика, то есть чтобы, опять-таки, ваш гражданско-правовый договор никоим образом не перерос в правовой. То есть никакие отпуска в вашем гражданско-правовом договоре прописаны не могут быть. Вы, опять-таки, не имеете права, как лицо, которое заказывает услугу, определять режим труда и отдыха работнику. То есть вы прописываете, что вам необходимо сделать, выполнить такие, собственно говоря, работы. Да, вы можете указать желательный период проведения этих самых работ, но, опять-таки, он не ваш работник, вы не имеете права, соответственно, ему устанавливать, как ему и что выполнять. Всегда ли мы рекомендуем прописывать в договорчике то, чем должен обладать, какими навыками должен обладать, с чем должен прибыть к вам работник, что этот работник должен, если того требует законодательство, не иметь медицинских противопоказаний к выполнению конкретного вида работы. Потому что, опять-таки, вы, как лицо, допускающее нашу объект, ну, допустим, вы на крышу допустили человека, с которым он может упасть, к вам могут быть вопросы стороны правоохранительных органов, а почему он по вашей крыше гуляет, какой-то непонятный человек. А разрешено ли ему там гулять? А не представляет ли это угроза для его жизни и здоровья? В обязательном порядке эти люди должны пройти все необходимые обучения. И я всегда рекомендую, опять-таки, брать у них копию вот этих вот самых удостоверений о том, что они прошли обучение и имеют соответствующую подготовку. В том числе они должны быть оснащены средствами индивидуальной защиты, те, которые предусмотрены им для выполнения этих самых работ. Собственникам жилья надо понять, что, опять-таки, человек, который работает на вашем объекте без надлежащей подготовки, без надлежащего оборудования, без надлежащей квалификации, без средств защиты надлежащих, он представляет угрозу в первую очередь для вас и ваших жильцов. То есть, опять-таки, ну вот человек не закрепился, на крыше он чистит снег, он оттуда свалился. А куда он свалился? А где гарантия, что он не свалится, опять-таки, на кого-то из ваших жильцов? Ну или снег он на вас не скинет. Совершенно верно, да. Лопату он держит, лопату он упустил, лопата полетела вниз, опять-таки. Это тоже представляет угроза. Как бы это, может быть, кто-то скажет, кощунство не звучало, но нужно думать и о здоровье того работника, который вы понимаете, чтобы он работал в безопасности, и о том, чтобы, опять-таки, его действия потенциальные не нанесли вред вашему имуществу, вашим жителям, собственно говоря, другим людям, потому что ответственность, опять-таки, будет налагаться. Тут возможны, собственно говоря, варианты. У нас несколько лет назад в городе был случай, когда одно СЖ заключило договорчик с одним ИПшником на очистку крови от снега и наледи. Работник этого ИПшника залез, соответственно, на крышу, он был не обучен, медосмотра не было у него, спецодежды у него не было, собственно говоря, он оттуда падает, ну и смертый человек-то уже его не накажет за то, что он все это делал, он у нас не прошел. Поэтому председатель товарища собственного жилья понес соответствующую ответственность. Почему он не проверил? Кроме того, когда у вас, если мы опять к вам заговорили о том, что о безопасности работ по очистке крови или от снега и наледи, опять-таки, нанимая человека, вы должны предоставить ему, тот, который будет чистить крышу, я имею в виду, вы должны предоставить ему точку для крепления, то есть куда он будет у вас закрепляться на крыше. Мы должны понимать, что эти люди должны быть, у них должна быть страховка, страховка должна стропом крепиться куда-то, точка крепления. При этом у нас законодательно запрещено прикрепление к дымоходам, к антеннам телевизионным, к ограждению, к крыше. Все это запрещено. Соответственно, нужно будет перед тем, как звучать какой-то договор, подумать о том, где же они, собственно говоря, будут крепиться и каким образом вообще должны производиться данные работы. На самом деле и инженерных, технических решений на выполнение данных работ в настоящий момент довольно большое количество. Это, допустим, и автовышки, то есть на подъемнике, где поднимаются люди. Им, соответственно, не надо подниматься, крепиться на крыше нигде. В отдельных случаях это гибкие анкерные линии, то есть там приходят специальные организации, монтируют эту анкерную линию, там строго тянутые, за него крепятся и, соответственно, тоже безопасно. Поэтому эти моменты все продумать нужно в обязательном порядке, потому что риски, они очень и очень существенные, вплоть до уголовной ответственности. Ну, а денежных средств, затраты, это не такие, ради которых стоит настолько сильно рисковать. Я, кстати, вот о чем сейчас подумал, слушая вас, что по большому счету получается, что вот приглашение стороннего специалиста и наим стороннего специалиста не ограждает, вот получается, ТСЖ, ну, любую организацию от ответственности в случае каких-либо ЧП, связанных с охраной труда. Потому что, ну, вот получается, что по большому счету та же самая ответственность. Это выгодно только, ну, с точки зрения, там, может быть, какой-то оптимизации налоговой, а вот с точки зрения охраны труда никакой разницы. Нет, не совсем так. Ответственности будет меньше, опять-таки, если будет грамотно оформлен договор. Договор. Если все риски будут разделены между сторонами. Прямо четко прописано, да. Кто за что у нас отвечает. Если, опять-таки, в вашем договорчике не будет этого четкого разделения, кто за что отвечает, ну, тогда ответственность может быть поделена ровно пополам, потому что вы, соответственно, не прописали. Пришел к вам человек, соответственно, работать, тут не написано, кто должен, соответственно, выдавать ему инвентарь, оборудование там и все прочее. То есть нужно прямо прописать, что приходит со своим инвентарем, например. Ну, это будет идеальный вариант, что он пришел со своей спецодежды, пришел со своим инвентарем. Со своей справкой. Случай спорной ситуации, что потом у вас не возникало вопроса. Если, не дай бог, ему на крыше станет плохо, опять-таки, вы же по внешнему виду не определите наличие заболевания. То есть может у него голова закружилась, может у него там с давлением проблемы, может у него эпилепсия или еще какое-то заболевание. Сколько раз были такие ситуации, когда наши спасатели снимали с крыши людей, которым наверху становилось плохо. Они снизу-то думали, что очень легко по крыше ходить и чистить снег с крыши. А когда наверху окажется, даже на не очень большой, даже трехэтажного дома, это уже сверху кажется очень... Другая совсем история. Совершенно верно. Кто-то теряется, кому-то плохо становится. Ну и, соответственно, приходится вызывать спасателей и их оттуда, собственно говоря, снимать. Вот, чтобы в такой ситуации не оказаться, лучше всегда убедиться, что, во-первых, этот человек знает и умеет, то есть у него есть документы, подтверждающие его профессиональные навыки, что он обучен этим самым делом. Во-вторых, что он здоровый и может безопасно выполнять эти самые работы. В-третьих, что у него есть все необходимое оборудование для того, чтобы эту всю работу выполнить абсолютно безопасно. То есть заключение такого договорчика, это, опять-таки, экономит работодателю денежные средства на то, чтобы держать в штате этого сотрудника, который, может быть, вам потребуется только два раза в год. В основном эти люди работают, те, кто на крышах работают, это летом они кровищики, зимой они чистят крышу от снега. Если нет такой необходимости, зачем вам держать его в штате? Можно заключить договор с специальной организацией. Кроме того, опять-таки, эти люди должны иметь довольно хорошую и серьезную подготовку. То есть и техническое оснащение. Если у вас нет необходимости держать в штате, ну, зачем вам платить, соответственно, эти денежные средства? Но, опять, контроль должен в обязательном порядке в организации быть. Без контроля, соответственно, можно получить довольно большое количество проблем. Дмитрий Владимирович, вот такой вопрос. К вам, ваше ведомство? Могут прийти руководители ТСЖ и проконсультироваться, посоветоваться? Я не знаю, договор показать, например. То есть вот, ну, до какой степени вы готовы вот с ними заниматься, возиться и решать их проблемы? Мы любую абсолютно помощь подскажем. Если, допустим, не знаем чего-то сами, то обязательно попросим помощи у наших коллег. У нас есть департамент жилищно-коммунального хозяйства, у нас есть наши коллеги госинспекции, Минтруд. Соответственно, за любой помощью касательно безопасного организации работ можете всегда к нам в обязательном порядке обращаться. Мы еще никому не отказали. Больше того, как мы с вами неоднократно говорили, если кто-то стесняется лично прийти и может написать нам в официальных сетях, на Телеграме, ВКонтакте, может всегда задать нам вопрос, мы в обязательном порядке всем поможем. Наш логотип информационного проекта «Охрана труда в Самаре» довольно уже известен в городе, и поэтому найти нас очень легко даже на официальном сайте администрации города. Тоже ссылочка на наши ресурсы есть. Никакой персонификации мы не требуем. Если человеку нужна помощь, нужно задать какой-то вопрос, но он стесняется по тем или иным причинам, обозначив себя, мы, собственно говоря, и с анонимными заявителями, с анонимными людьми, которые, собственно говоря, задают вопрос, мы со всеми абсолютно работаем. Хотелось бы оговорить, что мы неконтрольные ведомства, то есть мы штрафные санкции ни на кого не накладываем, поэтому вся информация, которую они нам рассказывают, остается между нами, и мы, соответственно, никуда ее не передаем. Поэтому, в принципе, за помощью могут всегда обращаться. Спасибо за интересную, полезную, содержательную беседу. Я надеюсь, что руководители товарищей собственников жилья обязательно воспользуются, если кто-то что-то не знает. Ну и, соответственно, не будет вообще никаких несчастных случаев на производстве. Очень надеюсь. Спасибо большое. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Дмитрий Васюхин, заместитель начальника отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самары. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова